Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Сентябрь для садоводов не повод расслабляться. Основной урожай собран, но дела остались и их много. Обязательно внесите удобрения под кусты, деревья и клубнику. Азотные удобрения отложите на весну. Осенью используйте калийные и фосфорные подкормки. Самые популярные это зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий. Затем обработайте сад от вредителей. До того, как листва падет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами. Для этого подойдут октары, интавир или их аналоги. Не стоит откладывать обработку на октябрь, ведь вредители уже уйдут глубоко в землю. Также в сентябре очистите приствольные круги от мусора, листвы и сожгите все. Если осень сухая, то проводите влагозарядные поливы сада. Обязательно сделайте санитарную обрезку. Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники. А затем удалите все засовшие, больные и поврежденные побеги. Также можно посадить в сентябре молодые деревья и кусты и клубнику. И можно побелить стволы деревьев, ведь весной не всегда удобно это делать, когда еще лежит снег. В сентябре обязательно пролейте землю биопрепаратами. Такие препараты, как глиоклодин, триходером, бактофит и фитоспорин М, способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом и пятнистостями. Также не забудьте внести осенние удобрения и перекопать почву. И наконец, в сентябре сейте сидираты на освободившемся месте, не давайте земле пустовать. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!